ДАВНО МЫ С ВАМИ НЕ ГОВОРИЛИ ПРО ПРИГОЖИНА ТВАРИ ВОНЮЧИЕ, ВЫ ЧТО ТВОРИТЕ? Ну, оно и понятно, он же убит. Его убил Владимир Путин, когда Пригожин решил, что Владимиру Путину можно доверять. Одули. Просто нагло обманули. Но перед тем, как он был убит, как Пригожин был убит, до этого случилось определяющее в его истории и истории ЧВК Вагнер событие. А именно битва за Бахмут. Бахмутская мясорубка. Именно бахмутская мясорубка положила конец ЧВК Вагнер. Я говорил это тогда, я повторю это и сейчас. Именно после бахмутской мясорубки у Вагнера не осталось достаточного количества сил для того, чтобы представлять собой реальное боевое подразделение, которое может иметь хоть какое-то значение. А противоречия, которые возникли между Вагнером и Министерством обороны, которое не обеспечивало Вагнер для введения боевых действий в Бахмуте, в итоге вылилось в марш на Москву. Поэтому по факту бахмутская мясорубка стала концом группы Вагнер, который затем был зафиксирован уже после марша на Москву. Но почему бахмутская мясорубка так сильно повлияла на Вагнер? Что там такого произошло? Пригожин и сам отвечал на этот вопрос. Невероятные потери. Очень много людей. Потеряла ЧВК Вагнер в этой мясорубке. Очень много. Почти 20 тысяч человек. Не потерями. Убитыми. Потери гораздо выше. Потому что потерями считаются ранения, легкие, тяжелые, какие угодно. Более того, большая часть погибших там, вопреки слова Пригожина, были как раз зэки. Пригожин тогда сказал, что зэков и не зэков примерно поровну. За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Этим самым он хотел показать, что на самом деле никакого особого отношения к зэкам не было. Ну, их не использовали как пущенное мясо и, собственно, как приманки. Но это неправда. В медиазоне и русской службе BBC удалось выяснить, что почти все погибшие бойцы из группы Вагнера были заключенными. Что именно их Пригожин расходовал не как пущенное мясо. Нет, у пущенного мяса есть шанс выжить. У них не было. И сегодня я расскажу вам об этом расследовании медиазоны, которое показывает, что даже самый уважаемый многими зэтниками Правдоруб Пригожин обычный пиздобол. Как и все в этой среде. Абсолютно все. Те, кто бы не напяливал на себя некоторую, не знаю, маску, личину, Правдоруба, борющуюся с некомпетентным Министерством обороны, на самом деле все они одним миром мазаны. Все они посылают солдат на убой. И все они врут о том, что происходит. Делают это они кто ради собственных амбиций, кто ради того, чтобы не слетела голова с плеч. Но в любом случае эта система одинакова. Самое примечательное, что нынешние заключенные, которые воюют уже в составе Министерства обороны, а не группы Вагнера, потому что группы Вагнера больше не существует, говорят, что расход заключенных в нынешнем Министерстве обороны даже выше, чем он был у Вагнера. То есть потери выше, чем были тогда у Вагнера. Представить себе это сложно. Потому что, ну, пожалуй, на единицу времени Вагнер стрелял столько, сколько ни одно другое подразделение ни в один другой момент этой войны. Впрочем, давайте по порядку. Как была устроена вербовка в Вагнер заключенных? Какую подготовку они проходили? И как так оказалось, что они погибли просто в гигантском количестве? Где их обманул Пригожин? И почему все мы, каналы антивоенные, каналы, которые против российской агрессии, когда рассказывали, что подписать контракт ЧВК Вагнер, будучи заключенным, означает пойти в могилу напрямую, это была не метафора и не запугивание. Это было доскональное объяснение того, что там происходит. И когда сейчас мы говорим то же самое о контрактах для заключенных, о контрактах добровольцев для российской армии, мы тоже не выдумываем. Впрочем, опять же, давайте по порядку поддержать этот ролик. Я напомню, вы можете лайком, комментарием и подпиской на канал. Очень важно, чтобы как можно больше людей узнало, как это происходит, почему то, что говорят по телеку о российских потерях, не имеет никакого отношения к реальности. Очень важно, чтобы эта информация хоть как-то добралась до тех людей, которые задумываются о том, чтобы присоединиться к российской армии, чтобы они хотя бы из утилитарных соображений не пошли этого делать. И в итоге все выигрыши. Они убьют меньше украинцев, останутся живы сами. В общем, полный вин-вин. Поэтому помогите распространить этот ролик. Я не прошу репостов, я понимаю, что это может быть наказуемо. А в России лайки, комментарии, подписки, все это помогает продвигать ролик. Ну и у кого есть возможность, только у тех, кто за рубежом. У меня, в принципе, на канале нет возможности для людей из России поддержать канал, потому что все сервисы, которые позволяют это сделать, они все мусорские или под мусорскими конторами, или в любой момент могут перекрыть кислород. Ну, как, не знаю, Boosty, DonutPay и все остальное. Неоднократно мы видели, как эти конторы себя ведут. Поэтому поддержать канал финансово можно только находясь за пределами Российской Федерации. Делать это на Патреоне. Ссылка будет в описании. Ну, а теперь давайте к исследованию, расследованию, которое сделала медиазона при участии русской службы BBC. А, ну и ссылку на исследование, расследование, естественно, оставлю в описании. Евгений Пригожин и его политтехнологи потратили немало сил и денег на то, чтобы создать для чувака Вагнер образ эффективной безжалостной структуры, которая выполняет поставленную задачу любой ценой. За фасадом этой легенды многие тысячи погибших в местных штурмах и их убитые горем родственники. Один из слоганов вагнеровцев гласит «Наш бизнес смерти, бизнес идет хорошо». Медиазона и русская служба BBC изучили бизнес на смерти, получив документы с выплаток погибших наемников, как в вольным, так и завербованных колониях. Благодаря этим данным, медиазона может точно воссоздать хронологию потерь вагнеровцев в битве за Бахмут, а также сказать, сколько заключенных ушло на фронт и из каких колоний, сколько из них погибло и кто вернулся в Россию после бахмутской мясорубки. Для начала, краткие итоги расследования для тех, кто очень спешит и не хочет смотреть ролик до конца. Во-первых, медиазона и русская служба BBC получили доступ к записям чувака Вагнера, которые касаются посмертных выплат родственникам. В этом документе больше 20 тысяч фамилий погибших в период с января 22 по август 2023. За это время чувака Вагнера потратила на такие выплаты около 108 миллиардов рублей, без учета большей части зарплаты, без учета компенсации за ранения. У медиазона уверена, что эти документы настоящие. Они проверили их по их списку погибших, реестру наследственных дел, чатам родственников вагнеровцев и утекшим сеть полицейским базам. Большинство вагнеровцев погибло в бахмутской мясорубке, больше 19 с половиной тысячи человек. 17 тысяч из них это помилованные Владимиром Путиным заключенные. Пятое. В самые кровопролитные дни чувака Вагнера теряла больше 200 человек в день, абсолютный максимум 213 человек. Шестое. Благодаря нумерации жетонов, медиазона смогла установить, сколько всего заключенных отправилось на войну за Пригожиным. Не менее 48 тысяч человек. Для почти 44 тысяч они смогли, медиазона, установить колонии, с которых их забрали. Ну и последнее. Пригожин не шутил, когда приглашал в ЧВК Вагнер убийц-разбойников. Две трети колоний, в которых медиазона установили факт вербовки, это колонии строгого режима. На войну забирали и с особого режима, а под конец даже с поселений и из лечебных учреждений. Ну а теперь, для тех, у кого времени чуть побольше, кто готов услышать подробную историю, что же там происходило, в какие сроки, в каком количестве и как это выглядело изнутри, давайте перейдем к основному материалу. Сотрудники ЧВК Вагнер проехали почти всю Россию. От европейской части до самых отдаленных мест, вроде Харпа, Норильской и Магаданской области. В распоряжении медиазоны оказался список фамилий и денежных сумм, которые получали родственники погибших вагнеровцев. Эти данные касаются как заключенных, так и обычных наемников. Эти списки источник медиазоны получил в августе 23-го года, после гибели Евгения Пригожина. Для каждого погибшего медиазона знает номер жетона, ФИО, позывной, дату гибели и две суммы. Первая, меньшая, вероятно, касалась долгов по зарплате на момент гибели. А вторая, это оговоренная в контракте с ЧВК Вагнера выплата в 5 миллионов рублей за смерть во время боевых действий. Других данных о зарплатах, а также данных о выплатах за ранения у медиазоны нет. Как они проверяли данные и почему они уверены в их подлинности? Чтобы убедиться, что документы подлинные, медиазона использовала 4 метода проверки. Первая, с начала войны медиазона совместно с командой волонтеров и русской службой BBC ведет поименный подсчет потерь российской армии по открытым некрологам. Поверхностная проверка по списку показала, что в базе медиазоны уже было 6800 фамилий, совпадающих с базой ЧВК Вагнера. Они исключили спорные случаи, требующие более тщательного разбора. Неполные ФИО, распространенные фамилии и так далее. Второй источник. Они проверили базу завербованных ЧВК Вагнера заключенных по реестру наследственных дел в поиске полного совпадения ФИО и даты гибели и получили пересечение более чем на 2400 фамилий. Заключенные оставляют наследство довольно редко. При расчете потерь России по реестру наследственных дел, которые медиазона делала совместно с Медузой, медиазона предполагала, что в период битвы за Бахмут погибло около 16 тысяч заключенных, то есть оценка оказалась чуть консервативнее, чем была в реальности. Третий источник. Медиазона изучила чаты родственников Вагнера, в которых они обмениваются номерами жетонов и ищут сослуживцев и нашли всех, кто там упоминался в их таблице. Четвертое. В декабре 2023 года газета New York Times выпустила большое расследование о вербовке в колонии К-6 Копейско-Челябинской области. Тогда журналистам удалось получить список из 197 завербованных заключенных и установить имена 48 погибших. Медиазона проверила этот список и выяснила, что на самом деле погибло на 7 человек больше, при этом пятерых из списка New York Times в базе ЧВК «Вагнер» не было. Позже удалось установить, что как минимум двое из них живы, еще один погиб не на войне. На территорию зоны заехал белый микроавтобус, из которого вышли 8 человек в штатском. Четверо с сумками и рюкзаками остались стоять в отдалении, а другие четверо вышли построившимся на плацу осужденным. Трое крепких мужчин были со стволами на территории этой колонии, убранными в поясные и мягкие сумки. Четвертый же был в годах лысый и невысокий, и на груди у него красовалась звезда Героя России. Так, в августе 1922 года встречу с боссом ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным описывал один из заключенных ИК-2 Рыбинской Ярославской области. К тому моменту вагнеровцы успели объехать около двух десятков колоний и забрать на войну сотни человек со всей центральной России. Сделка с Пригожиным была простой – полгода на фронте в обмен на помилование и полное снятие судимости, плюс денежное довольствие и страховые выплаты семье в случае гибели или тяжелого ранения. Из ИК-2 Рыбинска в ЧВК «Вагнера» присоединилось больше 70 осужденных, 23 из которых погибли в течение пары месяцев. В сравнении с потерями в других колониях этот набор можно назвать счастливым. Неизвестно, кому именно принадлежала идея проекта 42174. Так в ЧВК «Вагнера» называют вербовку зэков. Вероятно, это был сам Пригожин, который в 80-х получил 13 лет колоний за кражей и грабежи. Зазывая заключенных в ЧВК «Вагнера», он не раз упоминал о своем тюремном опыте. Так или иначе, вербовка не могла не быть согласована с Владимиром Путином. Полномочия подписывать указы о помиловании есть только у президента. Конвейер, который поставлял заключенных на войну, работал быстро и просто. В колонии приезжали вербовщики, либо во главе с Пригожином, либо без него, и предлагали сделку. Те, кто соглашался, собеседовали и проверяли. Утверждалось, что представители ЧВК «Вагнера» смотрели на их физическую подготовку и состояние здоровья, но неизвестно, были ли вообще отказы. На войну брали даже заключенных с ВИЧ и СПИД и гепатитами. Их распределяли в отдельный отряд «Амбрелла», по названию производившей биологическое оружие корпорации «Амбрелла» из фильмов игр «Resident Evil». Из колонии заключенные выходили, получив заполненные от руки справки, в которых было указано, что они освобождены по указу президента Российской Федерации о помиловании на конкретную дату или без нее. Эти указы секретные, нигде не публикуются. Затем новоиспеченных бойцов «Вагнера» переправляли под Ростов. После этого их расформировали на тех, кто служил, и тех, кто не был в армии. На полигоне, на подготовке всех распределяли по группам. Как сказал, перемешали, как винегрет. После двухнедельной подготовки их отправили в Луганскую область, и там распределяли по штурмовым отрядам. То есть с одного ИК мальчишки попали в разные ШО, и даже в ШО в разные взводы, поэтому многие не знают, где кто находился, пишет мать одного из выживших в чате родственников-наемников. О погибших родственнике, как правило, почти ничего не знают. Участие заключенных в войне для них выглядело так. Близкий звонил и сообщал, что уходит из колонии с чувака «Вагнера», но даже это происходило не всегда. Затем, если повезет, звонок из учебки до отправки за ленту. Затем скупое сообщение о гибели от представителей компаний. Один из самых популярных запросов в чатах родственников – это поиск сослуживцев по штурмовым отрядам или поиск завербованных в той же колонии. Так родственники вагнеровцев хотят узнать подробности о гибели. Иногда близко уверены, что произошла ошибка, и в тинковом гробу прислали другое тело. При вербовке каждому наемнику чувака «Вагнера» присваивался позывной и жетон с личным номером. До войны 1922 года все наемники получали личный номер вида «М» и дальше цифры. Жетоны серии «М» были и у самого Пригожина – М3308, и у командующего чувака «Вагнера» Дмитрия Уткина – М0209. Заключенным в чувака «Вагнера» присвоили отдельную серию жетонов – «К». Из-за этого в некрологах и чатах родственников за ними закрепилось название «Кашники». После помилования Путином и подписания контракта заключенным выдавался жетон формата «К», дальше три цифры и еще три цифры, где первое число – это колония, а второе – номер самого человека. И та и другая нумерация была порядковой, например, жетон «К1» соответствовал самой первой колонии, которую посетили вагнеровцы, а «К-617» – последней. Медиазона выяснила, что завербованные из одной колонии получали жетоны с одинаковым индексом, даже если вербовщики возвращались туда вновь. В Медиазоне известно лишь 10 случаев, когда заключенным из одной колонии во время повторной вербовки присваивали другой индекс, но в остальном это правило соблюдалось. Например, все завербованные из колонии особого режима «К-3» и «Полярный волк» в «Харпе» имели жетоны «К-359». Сюда вагнеровцы добрались с десятых числах декабря 2022 года. Благодаря порядковой нумерации жетонов, Медиазона может восстановить порядок и географию вербовки, а также подсчитать число ушедших на войну зэков. Оно должно быть не меньше номера последнего погибшего из колонии. Выше Медиазона упоминала расследование «Нью-Йорк Таймс» о вербовке в колонии К-6 Копейско-Челябинской области. Сопоставив список погибших из этой публикации со списком ЧВК Вагнера, Медиазон обнаружил, что жетоны всех заключенных отсюда начинаются на К-206. Завербованным в других колониях выдавали жетоны с иными индексами, то есть К-206 встречается только у заключенных из Копейска. Родственники вагнеровцев в чатах тоже довольно быстро поняли, что жетоны с одним индексом получают заключенные одной колонии. Благодаря этим жетонам они искали тех, кто уходил из колонии вместе с их близкими. В списках ЧВК Вагнера содержится 501 уникальный индекс кашников от К-1 до К-617. 116 номеров пропущены. У этого может быть несколько объяснений, но точной причины Медиазона не знает. В их распоряжении есть документ именно о погибших, а не о завербованных, а значит на пропущенные индексы могли приходиться колонии, в которых удалось завербовать 2-3 человека и все они выжили. Кроме того, у вербовщиков могли измениться планы, и какие-то колонии они не посетили, хотя собирались. Так или иначе, Медиазоне не удалось подтвердить существование жетонов погибших с индексами, которых нет в их таблице. Поэтому они считают списки полными, а гипотезу о порядковой нумерации верны. Благодаря утекшим базам, сообщениям в чатах родственников, текстам приговоров и искам заключенных колониям, Медиазоне удалось сопоставить 341 жетон и колонии. Еще 160 колоний Медиазона установить не смогла, однако в них процесс вербовки проходил не так гладко, и на них приходится лишь 4500 ушедших на войну. Медиазона знает режим, регион и колонию для остальных практически 44 тысяч человек. Первая вербовка состоялась 1 июля 1922 года в ИК-7 «Яблоневка» в Ленинградской области. Жетон К1001 был выдан заключенному с позывным «ГДР». Его имя в документах не указано. Гибель ГДРа стала частью легенды кашников в ЧВК Вагнера. Пригожин не раз рассказывал эту историю другим заключенным. ГДРу было 52 года, 30 из которых он провел за решеткой. В бою был окружен, подорвал себя гранатой. Насколько я знаю, человека 4 с собой забрал, добавлял Пригожин. Создатель ЧВК Вагнера назвал его первым погибшим на фронте, но в документах указана другая информация. 15 июля первым погиб ушедший из Яблоневки, заключенный с позывным «Полосатый». Затем Хроунос, а на следующий день погибли Бобыль, Боско и Вегас из ИК-9 Держински. Общий порядок вербовки хорошо виден на карте ниже. Вагнерцы двигались с запада на восток и старались покрыть практически все колонии внутри региона, в которые приехали. Маловероятно, что Пригожин лично посетил все колонии. Судя по скорости, с которой они объехали почти всю Россию, вербовочной группы было несколько. После первых успехов в Петербурге вербовщики Вагнера поехали в Нижегородскую область, Карелию, Новгородскую и Псковскую области. Примерно в августе они прилетели в Коми, а затем вернулись в центральные регионы. Тула, Рязань, Тверь, Калуга, Владимир. В сентябре вербовщики уехали на юго-запад – Ростов, Воронеж, Белгород, а затем добрали недостающие регионы центрального округа. За Урал отряды ЧВК Вагнера добрались к октябрю, а в декабре они были уже на Дальнем Востоке. Выступая в колониях, Пригожин отдельно зазывал в ЧВК Вагнера разбойников и убийц, причем не бытовых, а сознательных, и обещал, что им Вагнер понравится. Судя по данным о вербовке, вагнеровцы действительно искали в первую очередь тех, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления. Большинство 227 колоний, которые они посетили – это строгий режим. Всего в России 251 колония строгого режима. Вероятно, вербовщики попали во все или почти во все. Отряды Пригожина также побывали как минимум в 75 колониях общего режима и в 28 колониях особого. В начале 2023 года вербовка началась даже в колониях-поселениях и в Лиу, где содержат заключенных с тяжкими хроническими заболеваниями. В Медиазоне не удалось установить отдельные индексы жетонов для групп, которые были набраны в СИЗО. Хотя некоторые родственники в чатах упоминали вербовку в изоляторах. Прямых указаний на то, сколько заключенных было завербовано, в документах нет. Однако рассчитать это очень легко. Медиазон уже упоминала, что осужденным из одной колонии выдавали порядковые номера внутри одного индекса. К с пропущенным числом 1 – это первый завербованный заключенный. Например, К132, ну то есть не в начале, а в конце 132 – последний. Порядковый номер последнего погибшего в списке будет минимальная оценка числа завербованных. Сумма всех известных последних номеров-жетонов – это 48 366 человек. Сам Пригожин оценивал вербовку приблизительно в 50 тысяч человек. В начале февраля 2023 года пресс-служба Пригожина сообщила, что проект 42174 прекращен. «Мы в принципе не отказывались от заключенных, но принято решение, не буду рассказывать подробности, по которому заключенные дальше, вероятнее всего, пойдут куда-то там у воинских подразделений. Я не знаю, это уже за пределами моей компетенции», – объяснил в интервью Z-блогеру Семену Пегову сам Пригожин. Судя по документам, в этом интервью Пригожин тоже не кривил душой. Последний известный медиазон случай вербовки – это 7 февраля 2023 года. К-616, Лил-42, Ленинск, Кузнецкий, Кемеровская область. Следом заключенных забирали в Шторм-Зет, уже представители Министерства обороны. Итак, теперь к бахмутской мясорубке. Медиазона не знает, какую цель перед Евгением Пригожиным ставил Владимир Путин, разрешая вербовку в колониях. Зато медиазона знает, как Пригожин распорядился десятками тысяч заключенных. Почти все вагнеровцы, набранные в местах лишения свободы, участвовали в местных штурмах под Бахмутом. И здесь же они и гибли. Пригожин утверждал, что битва за Бахмут началась 8 октября 2022 года. У ЧВК Вагнера даже есть медаль «Бахмутская мясорубка». На оборотной стороне награды вывита 8 октября 2022 года командованием ЧВК Вагнер и генералом СВС Суровикиным было принято решение о начале операции «Бахмутская мясорубка» с целью спасения российской армии из чести России. Но бои на бахмутском направлении с участием вагнеровцев начались значительно раньше. Чтобы определиться с датой начала операции, медиазона обратилась к исследователям из Conflict Intelligence Team. По их мнению, операция по захвату Бахмута началась после того, как в конце июля наемникам удалось занять Гулигорскую ТЭС. Это крупная промзона, примерно в 20 километрах к юго-востоку от Бахмута. Согласно спискам Вагнера, первый завербованный заключенный погиб 15 июля 2022 года. Исходя из этого, медиазона решила считать эту дату началом битвы за Бахмут. Дата окончания битвы за Бахмут тоже спорная. Пригожин утверждал, что его наемники взяли город под контроль 20 мая 2023 года. Украина признала захват на 10 дней позже. Медиазона решила взять день, когда вагнеровцы потеряли всего одного человека – 6 июня 2023 года. Таким образом, битва за Бахмут продолжалась 327 дней. За это время ЧВК Вагнера потеряла погибшими 19,5 тысяч человек, 17 200 человек из которых – это заключенные, а почти 2,5 тысячи – вольные наемники. Если считать временные границы битвы за Бахмут так, как их определил Пригожин с 8 октября по 20 мая 2023, то число погибших сократится до 18 300 человек. Ключевые даты битвы за Бахмут. С 15 по 26 июля 2022 года захват Улегорский ТЭС. Потери – 58 человек. 8 августа 2022 года зэдблогер Борис Рожин утверждает, что вагнеровцам удалось зайти в Бахмут, ибо идут на улицы по Трисалумумбу, то есть на восточной окраине города. Потери в этот день – 10 человек. 8 октября 2022 года официальное начало бахмутской мясорубки. В этот день погибло 30 вагнеровцев, а с начала битвы – 965. 29 ноября 2022 года почти полностью захвачено село Курдюмовка к югу от Бахмута. 68 погибших. С начала битвы – 3605. 15 и 17 декабря 2022 года бои идут на восточной окраине Бахмута. На этот раз действительно на улице по Трисалумумбу. 258 погибших. С начала битвы – 5258 погибших. 11 и 14 января 2023 года. 11 января Пригожин позирует в Солидарии, объявляет о полном захвате города. 14 января украинский проект Дипстейт, который следит за изменением линии фронта, признает, что город занят. За 4 дня ЧВК Вагнера теряет 626 человек. С начала битвы – 8 323. 18 февраля 2023 года. Бахмут окружен с трех сторон. В этот день ЧВК Вагнера теряет 159 человек. С начала битвы – 12 593 человека. 23 марта 2023 года. Захвачены окраины города. В этот день гибнет 203 человека. С начала битвы – 15 933 человек. 20 апреля 2023 года. Украина удерживает только западную часть города за железной дорогой. 53 погибших вагнерцев в этот день. С начала битвы – 17 788 погибших. 5 мая 2023 года. Пригожин записывает свое знаменитое видео на фоне горы Тиел. В этот день погиб 61 человек. В три с лишним раза меньше пика. С начала битвы – 18 537 погибших. 20 мая 2023 года. Пригожин объявляет, что Вагнер захватил Бахмут. Но бои продолжаются. 48 погибших. С начала битвы – 19 264. 5-6 июня 2023 года. Битва за Бахмут для Вагнера завершилась. Трое погибших. Потери с начала битвы – 19 547 человек. Итак, что по итогам бахмутской мясорубки. Пригожин подводил их в интервью з-блогеру Константина Долгову. Он признал настоящую цифру потерь. Своей ЧВК – 20 000 человек. Но он солгал насчет числа погибших заключенных. За время операции я выбрал 50 000 заключенных, из которых погибло примерно 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту, утверждал Пригожин. Основатель ЧВК Вагнера сильно преувеличил выживаемость осужденных. Согласно спискам, из-под Бахмута не вернулся каждый третий завербованный. Отношение ЧВК Вагнера к заключенным хорошо показывает одна деталь, пишет Медиазона. При вступлении в ЧВК Вагнера наемникам присваивался не только личный номер жетона, но и позывной. Почти всегда уникальный. По спискам видно, что в первой неделе работы проекта 42-174 заключенным выдавали простые для произношения запоминания позывные. Амперь, хмырь, садист, жокей, белый и тому подобное. Но позже принцип выдачи позывных изменился. Вот несколько позывных заключенных, погибших в один день. Пемброк, Ригидрон, Сервилый, Чисть, Нервиано, Серемионы, Комедур и Тривиол. Впрочем, рядом встречаются и вполне запоминаемые Шульга, Кофеек, Копченый и Навальный. Вероятно, такое безразличие к позывным объясняется просто. Никто не предполагал, что этим наемникам кто-то выдаст рации, где, собственно, эти позывные используются. Это позывные для людей, планируемый срок службы которых 1-2 штурма. Иногда это приводило к тому, что родственники не могли найти информацию о погибшем. Заключенный говорил своим родным другой, более благозвучный позывной. Например, Ребок стал вороном. В общем, потери ЧВК Вагнера были огромными. Но для того, чтобы понять, насколько вообще успешна была эта операция для российской стороны, ведь споры об этом идут до сих пор, давайте обратимся к соотношению между потерями ЧВК Вагнера и ВСУ. В интервью тому же Долгоу Пригожин объяснял, что смысл бахмутской мясоровки был в том, чтобы убить побольше украинских солдат. Соотношение следующее, говорил. 50 тысяч бойцов ВСУ мы уничтожили. Ориентировочно трудно подсчитать это точно. 50-70 тысяч имеют ранения, то есть трехсотые со стороны ВСУ. Три раза меньше у меня убитыми. Может быть, даже 3,2. И приблизительно в два раза у меня меньше ранеными, утверждал он. Подсчет украинских потерь по открытым источникам ведет анонимный проект UA Luzos. Медиазона уже использовала их данные для сравнения потери ВСУ и ВСРФ. Тогда Медиазона проверяла эту базу и сочла ее настоящей. Проект UA Luzos работает по тому же принципу, что и основной подсчет погибших Медиазона и Русской службы БСИ. Поиск публично доступных некрологов. Сравнивать полную базу потери некрологии неправильно, но у других источников информации о потерях ВСУ в публичном доступе нет, поясняет Медиазона. Проект выделяет погибших за Бахмут в отдельную категорию. Сейчас в ней почти 9 тысяч человек. Но для Украины, в отличие от ЧВК Вагнера, эта битва до сих пор не закончилась. Вот данные у UA Luzos. Погибших в битве за Бахмут с 15 июля 2022 года по 6 июня 4871 человек. Погибших в битве за Бахмут, чья дата смерти неизвестна, 630 человек. Всего погибших на всех фронтах за нужный нам период, пишет Медиазона, 16267 человек. Последняя цифра дана для сравнения. Очевидно, что украинские солдаты гибли не только под Бахмутом. Маловероятно, что UA Luzos видит лишь 10% некрологов, а значит никаких 50 тысяч погибших под Бахмутом украинских солдат нет. Стоит также учитывать, что в битве за Бахмут участвовали не только ЧВК Вагнера, но и другие подразделения. И они тоже несли потери. Поэтому сказать о том, кому была записана победа под Бахмутом, сложно. С одной стороны, Россия захватила Бахмут. С другой стороны, Россия понесла явно более высокие потери, чем Украина в этой битве. Вербой заключенных Пригожин утверждал, что они не пушечное мясо и служить будут наравне с вольными. Этому верили и родственники завербованных. В обсуждениях в чате они часто подчеркивают, что договоры с Вагнером их близкие заключали после помилования. То есть, будучи юридически несудимыми, значит, внутри ЧВК все равны. Судя по данным о потерях, это и близко не так. Вопреки утверждению Пригожно, доля пришедших по контракту в потерях не половина, а всего 12%. О вольных наемниках медиазона может сказать совсем немного. Как утверждали связанные с ЧВК Вагнера телеграм-каналы, в первые месяцы наемники не участвовали во вторжении в Украину. Первые 700 бойцов прибыли из Африки 19 марта, утверждает канал специального назначения в Телеграме. Уже 20 марта в файле Вагнера появляется первая запись о погибшем наемнике с позывным «Зной». Днем позже погибло сразу 11 вагнеровцев. Весной 2022 года ЧВК Вагнер участвовал в боях в Луганской области, в том числе в захвате Северодонецкой и Попасной. До битвы за Бахмут группировка потеряла больше 300 человек. На фоне бахмутской мясорубки эта цифра не впечатляет, а надо учесть, что сам Вагнер был не такой большой структурой. В утечках 2021 года упоминается не более 9 тысяч фамилий. Силы наемников оставались в ЦАР, Судане и Ливии. Для серьезных операций при таком уровне потерь этого было недостаточно, а рекламная кампания не могла быстро дать необходимого количества рекрутов. В списках Вагнера встречаются как наемники со старыми довоенными сериями жетонов М и Б, так и ранее неизвестные В, А, П, С, Т и У. Однозначно объяснить логику можно только с серии П. Это пилоты авиагруппы Вагнера. Их 12 человек. Как минимум 73 заключенных, отслужив полгода по контракту, решили остаться с ЧВК, получили жетон серии В, а затем погибли. Погибших с жетонами серии М и Б в сумме 228 человек. Очевидно, что ЧВК Вагнера тратила деньги не только на посмертные выплаты, но даже эта сумма огромна. По контракту родственники погибшего получали 5 миллионов рублей плюс 300 тысяч на погребение. Вместо последней суммы можно было получить организацию похорон от ЧВК Вагнера. Тогда в списках ставилась пометка похороны за счет компании. Кроме этого, в посмертные списки также вносились последние зарплаты погибших. У некоторых она доходила до полутора миллионов рублей. Только на выплаты родственникам завербованных заключенных ушло 92,5 миллиарда рублей. На выплаты наемникам по обычным контрактам ЧВК Вагнера потратила 15,5 миллиардов рублей. Итого ЧВК Вагнера за время действия группировки в Украине потратила на выплаты погибшим почти 108 миллиардов. Но теперь про то, кто остался в живых и что с ними стало. Из 48 тысяч прошедших через Бахмутскую мясорубку заключенных, живых осталось около 31 тысячи человек. В чате родственников вагнерсов есть обсуждение под названием «Поменяла война людей» в знак вопроса. Вот первое сообщение из этой темы. Хер его знает. Пьет, как не в себя. Белку поймал, бегает по двору, а коп копал. Это писец. С 5 апреля вообще покой стал только сниться. Ничего не меняется. Лучше бы сидел дальше. А то выжили, пришли и решили, что они бессмертные и теперь могут делать, что хотят. Или вот «Привет всем, приехал мой 3 апреля. Четыре дня жили, душа в душу, успокоилась, что вернулся вроде эмоционально уравновешен. На пятый день напился с другом, приехал в 3 часа ночи, разбил кувалдой мою машину, меня сильно избил. Спрашивают, меняет ли война людей, к сожалению, да. И не в лучшую сторону. Мой, как месяц дома, не может войти в колею. Сидел дома плохо, все его достало, вышел на работу, опять плохо. Начал выпивать, стало крышей ехать. А вчера руку поднял на меня, разбил мне нос. У нас двое деток, не зная, что делать, руки уже опускаются. Конечно, есть и позитивные примеры, пишет Медиазона. Некоторые пишут, что на войне человек повзрослел или радуются, что у близкого после помилования появился шанс начать жизнь с чистого листа. Те, кто таким шансом не воспользовался, регулярно попадают в криминальные сводки. Новости о том, что бывший наемник из Чивака Вагнера совершил какое-то преступление, появляются почти каждый день. К концу 23-го года по подсчетам верстки против них возбудили около 200 уголовных дел. Конвейер по вербовке заключенных продолжает работать, даже после смерти его создателя. С той лишь разницей, то есть колонии забирают в отряды Минобороны Шторм-Зет и Шторм-Вер. После неудачного бунта российские власти стремятся предать Чивака Вагнера забвению, но методы, которые использовал Пригожин, оказались востребованы. Местные штурмы теперь отправляют не только заключенных, но и обычную пехоту, пишет Медиазона. И, как я уже сказал, на удивление сообщается, что Миноборона умудряется терять даже больше заключенных, чем это в свое время делал Пригожин. Такова цена псевдосвобода, такова реальность. Несмотря на все громкие речи Пригожина про то, что к заключенным относятся нормально, они были хуже, чем пушечное мясо. Они были расходниками теми, кто точно умрут. И из оставшихся в живых многие стали калеками. Этого эта статистика не учитывает, потому что данных о выплатах за ранение, тяжелое ранение, к сожалению, в Медиазоне пока нет. И помните, если вы или ваши близкие захотели пойти на войну из тюрьмы или не из тюрьмы, вы, скорее всего, погибнете. Не погибнете, останетесь калекой. В любом случае будете убийцей и моральным уродом. Надо ли оно вам? Я думаю, что нет. Расскажите про это тем, кто об этом задумывается. Давайте сделаем так, чтобы как можно меньше людей пошло в российскую армию и стало убивать украинцев. Ну и умирать самим. С вами был Майкл Наки и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»